Мы отправились в Красный Профинтерн, что в 40 километрах от города Ярославля. Известен он по большей части благодаря особняку Понизовкино. С виду он напоминает средневековый замок, но оказывается, что помимо особняка здесь еще есть и другие достопримечательности, которые тоже в принципе заслуживают внимания, мы их обязательно вам покажем. А это Настя, моя добрая и очаровательная спутница. По возможности мы будем посещать разные интересные и не очень места. Делать это будем с камерой, пусть и не совсем профессионально, главное с душой. Приятного просмотра. Дом-музей скульптора Опекушина. Скульптора академика должен быть, сказал по правилам Анастасия. Вот дом-музей, собственно. Вот наш гид прекрасный, очаровательный. Засмущались, засмущались. Веди, рассказывай, что ты знаешь об Опекушине. Это был прекрасный молодой человек, уже может быть не молодой, может быть жив, может быть умер. Это был его дом, вот он здесь жил. Ходил по этой дороге, пил красную белую зону, пил чай, кофе. А сок пил? Да, свой. По пути в Красный Профинтерн в селе Рыбницы находится дом-музей скульптора Опекушина, открытый в 1988 году. В начале 20 века в этом деревянном доме находилось слепное отделение местной земской школы. Скульптор Опекушин прославился победой в московском конкурсе памятника Пушкину. Теперь мы можем этот памятник увидеть на Тверском бульваре. Нам нужна такая раскамейка. Перед тем, как показать вам сам замок, хотели бы остановиться на очень интересном доме. Очень красивый дом. Он какой-то очень старинный, судя по фасаду. Нам очень интересно узнать внутреннюю планировку. Поэтому мы сейчас пойдем внутрь. Мы даже не знаем, какого года этот дом. Но он какой-то жуткий, и мы боимся, что нам надо пиздюлей. Тут... Блин, он реально какой-то старый, да, прям? Угу. Это даже не Сталинка, это еще, наверное, до. Да? Здесь рано, если люди живут. Это, наверное, до революции, да, еще? Да давай поднимемся, уж ладно, уж раз зашли. Здесь не раз не живут, или? Ну, не знаю. Наверное, живут. Здесь вообще... Какой-то таз стоит. Ну, это вообще жуткий пиздец. Слушай, он вообще-то странный, да, планировка у дома? Она не похожа ни на современную. Даже не на двадцатый век. Смотри, какие-то двери высоченные. Угу. Смотри, какие-то двери высокие, блядь. Сейчас такие они не делают. Слушай, мне кажется, тут никто же живет, Настя. Как в таких условиях жить? Смотри, тут даже окон-то нет. Здесь открытая дверь. Где? Что-то я очкую заходить. Давайте идем. Ты хочешь зайти внутрь? Да, конечно. Ну, давай поднимемся повыше. Смотри, какие перила-то, они старые, вообще старинные. Да? Угу. Ну, такие перила эти делали, да, в Сталинках? Угу. И такой высоты двери тоже не вижу где. Я в Сталинке когда квартиру смотрел, там не было таких высоких дверей. Ну, он аварийный, наверное, нет? Ну, я думаю, что да. Тут вообще перила нет, смотри. Тут просто вот, смотри, идешь и просто рухнешь. Я бы здесь просто с ребенком бы не жила. Какие-то алкаши выйдут, они отпиздят. Меня отпиздят, я изнасилую. Да пиздец, как шутка. Это ебать, как гудка. Ты смотри, какая-то коляска, а никого нет. И вообще, почему такая дыра, блядь, в двери, смотри. Это, типа, ненормально. Как будто ее просто хуяли топором. Та подожди ты внутрь, мне стремно. Честно, что это? Та подожди, тут живет уже кто-нибудь. Та сюда давай ты первый, а потом… Та там живет кто? Там есть кто? Настя Да пока никого не вижу Ну мне кажется, здесь, наверное, бомжи живут Тут бомжи точно живут Какие-то куртки Слушай, а в таких еще не было помещениях Да не может, а живут Посмотри, водка какая-то, срань Гниль Фу, я не хочу здесь находиться Нахуй Запах еще такой, да? Ну там тоже вон какое-то помещение Не пойдем туда Кто такой Не наступит такой Тихуйню Что там? Что-то ты Кухня Ну-ка Ты видел, какой там срач был, Настя? Ты смотри, висит какое-то белье А это что-то типа Типа, блядь, мыло Пизду, короче Это вообще Не ебнули Фу Ну что, выше пойдем? А сюда не пойдем? Не, нахуй Не пойдем И тут смотри, тут открыто все То есть все окна открыты Здесь просто Ужасно Там такой запах бьет Как у меня Я с этой кроссовки потом буду хуярить с хлоркой просто Так же, как у меня Уютно Хороший Я так понимаю, здесь, наверное, где были квартиры Да, достало все Да, короче, тут просто всех выселили, мне кажется Может, дом аварийный Может, пять минут снимаем Да, картина Картина Ну, зачем ты руками с другой Угожнать? Фу Че ты как, я не знаю, как Я близкий вич Ладно, нормальный унитаз Ну, знаху Очень нормальный Ебать А че я на широкий угол не снимал до этого Вот так намного лучше А самое прикольное, господа Настя, смотри А вид-то на Волгу Да Так красиво, да? Да И смотри, какие окна Сейчас таких уже нет нигде, смотри Внизу открываются А сверху, смотри, какая еще штука Ну, это вообще, это не Сталинка, нихуя, да? Это что-то очень старинное вообще Надо загуглить, потом титрами пустим Обои топ Собачка Это детская поделка какая-то Ну, запах мне прям очень неприятный Я такой, типа, брезгливый Чувак Да, ну, типа, раз И, кстати, заметь, везде открыты окна Вообще везде, в каждой комнате Зачем это сделано, интересно? Ну, если газ остаточный будет А, газ Так вот, нахуй газ Потому что нет ничего, наверное Че? Я что-то пропустил? У вас не будет Так, мы что-то ходили? А, я, да, прошел Где вид? Блядь, вот это разъеб Настя Вот это вообще разъеб Смотри, два окна таких, да, красивых? С таким видом, прям вообще Просто шикардос Матрас Не, ну это вообще место крутое Была детская Ммм, ну это детская, да Идеал, или за детская? Судя по... Да, Настя Берем Че, берем в квартиру? Да, сколько? Насть Вот еще, смотри, две кровати Да Ну вот, какой-то Ладно Круто, конечно Слушай, а потолки прям высокие, да? Да, и мне здесь нравится, что здесь прям... Очень высокие потолки Планировка у них очень украшенная Планировка крутая Таких квартир сейчас не делаю, бля Просто все отдельно Тут смотри, огромный коридор, считай И три комнаты гигантских А из первой комнаты, вон, на кухню Проход... Или там не кухня была? Кухня большая Там кухня была? Да Пиздец Шикарно Вот, считай, вход в квартиру Ну-ка, смотри Вот, вход в квартиру И три поворота в комнату Пишешь, да, это, кстати Ну-ка, дай, давай снимем Че написано? Опечатано Ну, выше мы не пойдем, Настя Потому что там даже не пройти Там все мусором завалено Ну, пойдем Да, мы уже поняли суть Бытия А вдруг ебнется под тобой лестница Как-то собирать тупом Нет, дай потом там Хоть все Подожди, я сейчас сниму И уходим А, все А, так это последний этаж Тут просто все завалено мусором А это уже не квартиры, да? Это чердак Я думаю, да Да Это, конечно, пиздос Ну, ладно, не зря пришли Ну, смотри Двер не хотелось открывать Надо, короче, узнать Что за дом это А, ты хоть ушидаешь, зайти? А, ты хоть ушидаешь, зайти? У нас ты ногами Двери открывает Я там жутко Там темно Везде руками-то потрогала все Сейчас тебя буду салфеткой влажной натирать Всю Пиздец ты бесстрашная, блядь Слышишь? Что такая бесстрашная? Ладно Ну, давай, позвони Сейчас вас пиздит Ну, Настя везде хочет Ну, пошли уж Мы уже 10 минут снимаем, прикинь? Смотри, какая тут Жесткая теплоизоляция на дверях Настя крадется Что там? Давай, как обычно Ты на разведку, а потом я Так воняет А тут окна закрыты, кстати Может, поэтому А, нет, открыты Некоторые Такие шмотки, да, всякие, вода Это какие-то Портивные, блядь Гимчи Ну, чё, бомжи-то где? Это пошли оттуда Там, там, очень жутко Да Я боюсь, что В аварийном состоянии Пятиэтажный, сорококвартирный дом Был построен для служащих паточного завода Для рабочих были созданы максимально комфортные условия Широкие лестничные пролеты Высокие потолки, просторные квартиры, водопровод, канализация, вентиляция и прочее Также была кочегарка А на пятом этаже Был организован детский сад Здание находится в аварийном состоянии Буквально разваливается Почти все стекла в подъездах выбиты Местами обрушилась кирпичная кладка В прошлом году В новостях писали, что стоит вопрос о расселении жильцов из этого дома И вроде бы уже начали поэтапно расселять Хотелось бы, чтобы здание сохранили и отреставрировали К тому же оно признано объектом культурного наследия Ну а после посещения дома мы все-таки отправились смотреть замок Тут такой красивый ходит Мы с тобой начнем наше путешествие по этому прекрасному замку Понизу в книг с этой прекрасной лестницей Которой я чуть не наебнулся сейчас Очень красиво Смотри, какой патулок стеклянный А вот здесь Видишь зеленое? Это остатки Старой отделки Видишь, они уже в таком плохом состоянии Сейчас, наверное, здесь внутри немножко Так, слушай, это реставрируется все Ты что думаешь, так все быстро у нас? У нас 100 метров дороги-то делают 5 лет О памятниках архитектуры я вообще молчу По-моему, очень даже неплохо Я уже забыл, как он выглядит-то Что там сфоткаю на фоне какой-то розовой штуки Сейчас фоткаю Экскурсия какая-то Да, вот это помещение, оно уже подвергается реставрации Анастасия Дмитриевна И вот это вот Кусок Старого Чего-то там Наверное, дымохлодая Анастасия, у вас какие впечатления По поводу посещения Суперская стройка за 400 рублей Да, мы походили по стройке Просто по пустым помещениям За 400 рублей Пошли? Пошли Здесь Зал для выступлений А чем рояль от фортепиано отличается? Много чем Расскажите Ну, рояль более большой, чем фортепиано Более большой Более большой Прекрасно Приславный гид Более большой А это, короче, бюджетная версия Покраса лампаса Там кто-то пытается бренчать От этого хуже всем Ребята, не позовьтесь О, сука Су, блядь Это что-то, какой ебурь, блядь Какой тварь, такая Я тебя уже найду, нахуй Следуй за мной Здесь можно заблудиться Зато знаешь, как прикольно Когда вы разжигались Мы уже Просто разошлись по разным углам Да? Да, и все Больше никогда не пересекаюсь А пол мы ебнешься тут Так Зачем пол-то мы с ним Я вообще в двушке-то не могу собраться А пол-дву Там слуги будут Месяцами, блядь А тут Да нет, не месяцами Самый большой Месяц не мог Вот это вот у нас прекрасный светлый зал А что там наверху? Наверху окна стеклянные Только лестница А лестница лучше, наверное, не лазить на нее Пойдем вниз Там вот вверх облазили А у меня же не были Пойдем Слушай, я думала, что здесь будет немножко по-другому Все Я примерно там ожидала каких-то фресок Ну, я тебе говорю Здесь из фресок только вот эти вот Вот кусочки Хотя я себя приближу Показать Это даже не фрески Это просто Лепнина Это некая лепнина Это некие глиномерцы лепили Видеоблогер И гид Вот сейчас главное не пиздануться вместе с айфоном Надо лезть А это что такое? А это, наверное Это некое творчество Бумажное Замок Понизовкина Построен в начале 20 века По заказу владельца местного крахмалопаточного завода Никиты Андреевича Понизовкина С 1986 года Особняк значится в списке объектов Историко-культурного наследия Отреставрировали его весьма недавно И теперь туристы съезжаются посмотреть на это готическое чудо Честно говоря Внутри особняк оказался не таким уж и красивым и интересным Как снаружи Видно, что работы по восстановлению были начаты Но, видимо, не хватило средств Как это у нас обычно бывает Чтобы довести дело до конца Из предметов интерьера Мы тоже не нашли чего-то выдающегося Разве что пару Таких интересных винтажных комодов Вот это что-то очень интересное Хотя бы какая-то мебель Вот это вот какой-то шкаф Представлен Значит, тут у нас стекло Это я Это Настя куда-то пошла Подожди Мы там сможем Сокременно Тут еще ремонт ведется Ремонт строим наш будущий дом Да, пойдем обратно Жена Пиши проверить стройку Да Сделай мне еще фоточки Сейчас Мне знаешь, что нравится? Вот это вот великолепие Смотри, какая красота Сидеться Да Сыграй что-нибудь Хуизельно Это гениально Рядом с замком Понизовкино За красивой оградой Мы обнаружили парк с водоемами Эта территория принадлежит парк-отелю Замок Понизовкино Сюда можно приехать на рыбалку Отдохнуть на свежем воздухе Удобные пруды Мы обнаружили два пруда Один поменьше, другой побольше Удобные помосты для ловли рыбы Есть также беседки для отдыха Мангалы Есть двухэтажный дом для семейного отдыха Насколько мы поняли, что помимо платы За вход, за улов тоже нужно платить А так сейчас выглядит крупнейшая до революции в Советском Союзе Крахмалопаточное предприятие В 1994 году крахмалопаточный завод попал в руки частных владельцев Не сумевших обеспечить финансовую устойчивость предприятия Последующие же владельцы вообще не понимали ни исторической ценности завода Ни его роли в экономике области В 90-е годы ярославский крахмалопаточный комбинат превратился в ООО Ярпатока В начале нулевых и вовсе прекратился ее существование Об этом рассказал в интервью потомок купеческого рода Владимир Понизовкин Здесь очень красиво, это такая какая-то заброшка Сюда ходить нельзя, но мы пошли Здесь потолок с дырками Да нет, пойдем, походим То ничего не будет, тут никого нет Вот здесь, вот здесь Какая-то дверь Вау Вау, вау, вау Настя, это что-то очень красивое Бляха, посмотри Это эти Что-то с электричеством связано Да, да, с электричеством Слушай, клево Такие прям штуки, вот на этой стене вообще красивое Очень прикольно Как в квесте в каком-то компьютерном Сибирь Сибирь-3 Играл в Сибирь, кстати? Нет, смотри, какой-то Геный квест А тут темно, как в жопе, да? Да Че, не видно Клево, да, место? Угу Любишь такие? Да Я тоже Главное, на гвозь на их бы не наступить И дверь какая Блин, классно Очень красивое место Мы уходим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!